Супермену 75 Это и стало главной задачей создателей фильма «Человек из стали». И каким бы ты ни стал, ты изменишь мир. Режиссер Зак Снайдер основательно переделал вселенную супергероя, заглянул его внутренний мир, добавил личные драмы и подобрал Супермену новый гардероб. В утиль пошел канонический костюм. Красные трусы с желтым поясом и знаменитые очки остались в прошлом. Супермена нужно заново представить новому поколению. Раньше он был здоровым синим бойскаутом на гигантском троне. В новом фильме мы выбрали человеческий подход, постарались найти его слабые места. Генри Кевилл, которого до недавнего времени называли самым неудачливым актером в Голливуде, он пробовался на роль Джеймса Бонда, волшебника Гарри Поттера и вампира из Сумерек. Наконец-то исполнил свою мечту и сыграл личность поистине масштабную. На съемках Генри доказывал свою профпригодность не хуже, чем сам Супермен. Это было впервые, когда я так много работал, чтобы привести себя в надлежащую форму. Я спросил себя, смогу ли носить суперменский костюм, не вызывая при этом всеобщий хохот. Я набрал 10 килограммов мышечной массы. У Супермена нет физических недостатков присущим людям, однако за пуленепробиваемой оболочкой скрывается ранимый эмоциональный человек. Зрителю предстоит узнать о детских страхах и личной тайне непобедимого персонажа. Эту часть себя ты должен хранить в секрете. Но тем не менее, режиссеру было важно угодить фанатам супергеройской саги, так что в фильме будет много фирменных шуток и фрагментов из комиксов. Кое-что из прошлого, конечно, будет. Мы пытались сохранить мифологию. Но, например, криптонита в фильме нет. Использовать эти светящиеся камни, единственную серьезную слабость Супермена, было слишком просто и предсказуемо. Однако вряд ли что-то в сюжете окажется неожиданным. История будет развиваться по знакомой схеме. Но, несмотря на это, любителям отборного экшена скучать не придется. Человек из стали заставит зрителей вжаться в кресло с такой силой, как будто они находятся не в кинотеатре, а на американских горках. Действие не провисает ни на минуту. Такого безумного, масштабного, великолепно поставленного экшена давно не было в супергеройском кино. Сверхлюди швыряются друг в друга поездами, в полете пробивают здание насквозь и ловко уворачиваются от пуль. Заку Снайдеру удалось вдохнуть новую жизнь в знакомую историю. Супергерой 21 века непременно заслуживает аплодисментов. Субтитры создавал DimaTorzok